Хотел бы я, конечно же, вспомнить и Курскую область, и Курское наступление в СУ, что там сейчас происходит, и процитировать Z-военкоры, потому что они не очень довольны то, как действует власть и кто за это отвечает. Вспомним Трампа и его развитие плана за 24 часа. Он уже назвал акценты, детали, как он будет это делать. И мне тоже интересно услышать, что вы об этом думаете. Давайте начнем с того, что я зацитирую, что пишут Z-паблики, которые ссылаются на местные населения Курской области. В Курске все не очень хорошо. Перебои с водой и светом уже завозят воду во флягах. Население в Курской области пишет, что оно считало, что как минимум ЧВК Вагнер приедет защищать с Африки, но говорят, что Кремлю кажется, что лучше воевать за алмазы в Африке. И вообще они деморализованы и не верят уже никому. Игорь Александрович вчера тоже говорил об этом, о пропаганде Кремля, что она, нужно отдать должное, работает хорошо. Потому что прохождение армии России в Покровск они подают, как будто это Киев за 2-3 недели. А вот Курск, ФСБ пусть занимается, очень тихо, очень никому не интересно и об этом много не говорят. Вот пропаганда действует правильно, а вот Курск, то, что люди говорят там, вот дальше, уже больше месяца, уже месяц и 3 дня, как длится операция. А там ничего со стороны России, которая должна была бы защищать этот регион, ничего не делают. Вы знаете, ну, судя по всему, Путин, ну, во-первых, Путина не интересует его собственная территория, страны, которой он, по идее, должен, о которой должен заботиться. Его не интересует население этой страны, его вообще ничего в России не интересует, а его интересует Украина. Вот он зациклен, он, что называется, у него фиксация на Украине, уничтожение Украины, захват ее, геноцид украинского населения, это для него, ну, вот такие идеи фикса. То есть, это навязчивая идея. Поэтому он все силы бросает на то, чтобы захватить Покровск и совершенно не беспокоится по поводу защиты Курской области. Это, скажем так, очень характерно для Путина, потому что он и пришел-то к власти на взрывых домах, когда ему было совершенно наплевать на население своей страны. А потом Курск, она утонула, потом Беслан, гибель 334-х человек, ну и так далее, Норд-Ост и далее везде. То есть, ему абсолютно наплевать на собственное население. Поэтому это неудивительно. Что же касается, значит, того, что дальше, они готовят, совершенно очевидно, они готовят просто, так сказать, стирание с лица земли этого участка, той территории Курской области, которая на сегодняшний момент находится под контролем вооруженных сил Украины. Они заявили уже о своем намерении просто стереть с лица земли каждое, так сказать, здание на территории Курской области. То есть, просто оставить выжженную землю. Вот, это, ну, это, в общем, ожидаемо, потому что, на самом деле, именно так они ведут себя, в том числе и на своей территории. Ну и, собственно, на Донбассе, который считается, они же заявили о том, что они защищают Донбасс и оставляют выжженную землю на Донбассе, полностью уничтожая города, населенные пункты. То есть, то, что происходит в Абдиевке, в Ахмуте и так далее, мы все это наблюдали. Так что, тактика та же самая. Значит, на сегодняшний момент понятно, что цели Курской операции достигнуты. В общем-то, всему миру стало понятно, что Россия, Украина может побеждать Россию. Это очень важно. Это серьезно изменило моральный дух и в самой Украине, и в вооруженных силах, и на Западе. Помимо этого, уже переброшено достаточно большое количество войск с других фронтов, что, по сути дела, остановило продвижение на Покровском направлении. Плюс еще достаточно большое количество пленных, благодаря чему можно было осуществить обмен. То есть, масса, так сказать, целей промежуточных, которые были достигнуты. Ну, а что касается Путина и России, то Путин старается делать вид, что ничего не происходит. В общем-то, в телевизоре особых... Тут разделилось все. Телевизор по этому поводу в основном молчит. Какой-то особой истерики нет по поводу Курской области. Ну, а, так сказать, вот параллельное информационное пространство, это Z-телеграм-каналы, они там, конечно, возмущаются. Они возмущаются, они, так сказать, уже... Кто-то кричит, что Путин предатель, кто-то кричит, что, так сказать, надо делать что-то серьезное, вместо того, чтобы, значит, заниматься там, ездить, так сказать, на остров Русский, ездить в Монголию и так далее. Вот. То есть, параллельно существует несколько в России информационных пространств, одно из которых выполняет строго линию партии, а второе, в общем, не очень подконтрольно, имеется в виду вот эти вот Z-патриоты и их телеграм-каналы. Так что здесь есть некоторый разнобой. Ну, кстати говоря, последнее решение Государственной Думы о том, что все фактически Z-блогеры должны теперь регистрироваться. Ну и, в общем, здесь совершенно очевидная попытка привести их всех к общему знаменателю. Так что я думаю, что вся эта вольница постепенно будет приведена к порядку. Да, Игорь Александрович, конечно, хотел бы вспомнить выборы, перевыборы губернаторов в России. Это, ну, я понимаю, что когда мы говорим слово выборы и Россия, вы улыбаетесь, я улыбаюсь. Но все же они переизбраны. Оказывается, почему они переизбраны? Потому что не было альтернативных кандидатов, никто больше не брал участия в этих выборах. Можно ли считать, это высокий процент? От 60 до 80 процентов проголосовали в разных регионах. Что интересно, в Курской области самое малое число проголосовало за действующую власть, 65 процентов. Но все же, хотел бы вас спросить, Игорь Александрович, да, нет, отсутствие альтернативы, это очевидно. Но это реально есть поддержка губернаторов на местах или всюду по-разному? И потому что вот я очень часто слышу, что вот вся Россия другая, вот власть такая, вот поэтому война, потому что власть такая. Вот как вы оцениваете понятие выбора в России губернаторов и то, что переизбрались только те, кто были, ну и, конечно же, единая Россия везде? Значит, то, что вообще выборы, это же не только в определенный момент человек приходит и сует бумажку в щелочку. Это целая система, это процедура, это конкуренция, это дебаты, это конкурентное голосование, это столкновение мнений, это освещение в прессе. Ну и в конечном итоге это, безусловно, еще и наличие разных позиций, когда человек может выбирать. В данном случае это не выборы, потому что выбирать не ищего. Значит, насколько данное мероприятие отразило народные воли изъявлений? В принципе, вот если оторваться от, так сказать, всего происходящего и просто абстрактно посчитать, представить себе, что кто-то посчитает, сколько реально тем или иным способом, электронно или физически, лично поставил свою галочку под тех людей, которые сейчас выбраны, я думаю, что все-таки они большинство наберут. Большинство, я думаю, наберут. Ну, не везде. Например, там в Санкт-Петербурге, скорее всего, я думаю, что Беглова не выбрали, потому что он меньше всех набрал, там чуть больше, по-моему, 60%. Вот, я думаю, что и в Курской области тоже, скорее всего, не проголосовали. Но в основном, все-таки, я думаю, что формально действительно какое-то количество людей достаточно большое проголосовало. Почему? Потому что сгоняли бюджетников, воинские части шли, так сказать, с троем голосовать. То есть, так сказать, люди просто-напросто выполняли определенный ритуал. Вот. Знают ли они, что из себя представляет тот или иной человек, который считается теперь их избранником? Конечно, нет. В данном случае формально можно считать, что да, действительно, голоса были отданы. На самом деле, конечно, никакого отношения к выборам все это не имеет. Что касается поддержки, вот то, о чем часто говорим. Значит, количество людей, которые за войну и которые за Путина, ну, это пересекающееся множество очень сильно, оно вряд ли превышает, там, 20-25%, ну, не думаю, что 30%. Значит, основная масса людей, которым совершенно все равно. Вот, понимаете, бывают какие-то вещи, когда, что называется, горная порода выходит наружу. Вот происходит излом такой. И видно, что из себя представляет данная порода. И все же стало ясно, когда Пригожин захватил, ну, вот, поддержка Путина, да, мы говорим, что поддержка Путина, там, она исчисляется где-то там 75-80%. Ну, вот, Пригожин захватил Ростов, его встречали с цветами, хотя все понимали, что он, это, в принципе, это человек, бунтовщик, что он против Путина, было очевидно. Он его матом ругал, он, так сказать, был против него. Его поддерживали, то есть пришел Пригожин, его поддерживают. В Курскую область пришли, да, ну, и потом прошел через, там, половину европейской части России, дошел до Москвы, никто его не останавливал. То есть, ну, не его лично, а, так сказать, его посыльного, значит, вот этого самого Уткина. Точно таким же образом пришли вооруженные силы Украины. Их тоже встречали радостно. То есть, какая разница? Путин, значит, Путин. Его поддерживаем. Пригожин, значит, Пригожин. Поддерживаем мы его. Вооруженные силы Украины? Хорошо, прекрасно. Будем поддерживать Украину, кричать славу Украине. И, так сказать, благодарить вообще за то, что дает жить. То есть, на самом деле, вот эта позиция, когда совершенно все равно, какая власть. Ну, вот власть такая, значит, будем этой власти служить, и все. То есть, это не какая-то глубинная поддержка там убежденных имперцев Путина, значит, поддержка этой войны. Сейчас, так сказать, такое, значит, идет такая пропаганда. То есть, по сути дела, вот опросы общественного мнения, на которые часто ссылаются наши коллеги, это, по сути дела, измерение того, что в голову людей было заложено пропагандой. Вот это измерение того, что было заложено в голову пропагандой. То есть, на самом деле, с таким же успехом можно, так сказать, анализировать содержимое российского телевизора. И ты получишь те же самые результаты. Вот, поэтому, и в этом и есть поддержка. Равнодушие – это и есть поддержка. Путинский режим очень прочно стоит. Он стоит, в основном, на равнодушии. Он стоит, в основном, вот на этой позиции, когда совершенно не важно, какая власть, мы будем ее поддерживать. Вот это основная поддержка Путина. И она достаточно крепкая. Потому что людей убежденных можно переубедить, а равнодушных переубедить невозможно. Ну, кстати, Игорь Александрович, глава ЦРУ Вильям Бернс сказал следующее. Вспоминая операцию ВСУ в Курской области, он сказал, что Курская наступательная операция вооруженных сил Украины посеяла сомнения у российской элиты. Вот насколько вы считаете, что реально заход в Курскую область, в окружение элиты Путин сказал, что здесь что-то не так, или им тоже плевать на эту Курскую область, и это никак не отразится на вертикали Путина? Вы знаете, это разные вопросы. Дело в том, что им, конечно, плевать на Курскую область, это 100%. Что касается сомнений, то сомнения, конечно, есть, они существуют, и они укрепились, скорее всего, во время Курской операции. Но есть следующий ход рассуждения. Знаете, как такие случаи говорят? Ну, и что? Ну, вот зародились сомнения, и что? Ответ – а ничего. Вот просто ничего. Потому что на сегодняшний момент явно Путина боятся больше, чем тех вот результатов, тех сомнений, о которых вы говорите. Ну, или говорит Бернс. То есть, понимаете, опять-таки, вот эти сомнения никаким образом не будут конвертироваться в какие-то действия. Ну, сомнения и сомнения. И они остаются. Может быть, где-нибудь, так сказать, поехав отдыхать, где-нибудь в бане, так сказать, за плотной занавеской, чтобы не услышали, кто-нибудь этими сомнениями со своими коллегами поделится. Все. Никакой конвертации этих сомнений в какие-то действия. Ведь Бернс явно говорил, это не просто потому, что ему интересно состояние массового сознания среднего российского чиновника. Очевидно совершенно, что речь шла о возможности какого-то изменения российского режима, в том числе с помощью насильственного устранения Путина. На сегодняшний момент окружение Путина, его, Путина, боится намного больше, чем последствия его режима. Но это может измениться. Измениться это может тогда, когда российская оккупационная армия начнет терпеть тяжелые поражения военные. Именно поэтому сейчас очень многое, ну, практически все зависит от помощи западных партнеров и от того, насколько быстро будет отменена эта безумная ограничительная мера, запрет бить по территории России. Вот, по сути дела, что есть. И об этом, конечно, я понимаю, что директор ЦРУ об этом говорить не может, ни от него это зависит. Но это реальный фактор, который может изменить судьбу этой войны. Вот, да, Игорь Александрович, вы вспомнили о том, что все зависит, зависит, ну, практически очень многое зависит от того, что решит Соединенные Штаты Америки и другие партнеры относительно ударов по территории Российской Федерации оружием даже, которое уже есть в ВСУ, но применять нельзя. Ну и вот сейчас очень, особенно после Рамштайна, который пришел на авиабазе, вот в Рамштайн, да, город и авиабаза. И что интересно, очень много сейчас об этом говорят, и вот партнеры Украины поделились на два таких лагеря. Одни говорят, давайте, нужно позволить бить, даже вот представители Чехии и страны Балтии говорят, что это безумство не позволять бить. И, ну, мы понимаем, да, что Соединенные Штаты Америки в преддверии выборов, они не хотят эскалации конфликта, они не хотят, чтобы он выходил за рамки, которые держат Соединенные Штаты Америки. Но вот здесь появился Иран и передача баллистических ракет Фатех-360, так поговаривают, еще неизвестно. Но сам факт передачи баллистики Российской Федерации уже подтвердили в Иране. И что интересно, Игорь Александрович, они очень интересно это прокомментировали. Они сказали, вот на вопрос, не боитесь ли вы больших санкций, если вы передаете баллистику. Они сказали, ну мы Хезбалла даем, Хамас даем, почему и Российской Федерации не давать? Ну и там на основе бартера. Сами того наверняка не подозревают, что они приравняли Российскую Федерацию к террористам, да, Хамас и Хезбалла. Но вот к чему я веду? Это же есть эскалация конфликта, но уже со стороны России и Ирана. Почему вот сейчас не решить Соединенные Штаты Америки, так и так есть эскалация, нужно позволить бить? Ну опять-таки, понимаете, изначально, вот с моей точки зрения, вот этот запрет, он абсолютно иррационален. Он просто иррационален. Потому что чего боимся? Чего Запад боится? Чего Соединенные Штаты Америки боятся? Они боятся, единственное, вот как-то рационализировать этот страх можно только одним образом. Это представить себе, что они боятся, так сказать, ядерного удара. Но если боятся ядерного удара, то тогда надо перестать сопротивляться Путину. Потому что в любой момент при каком-то поражении, а ведь целью является поражение, иначе невозможно вести войну. При поражении Путин обидится и нанесет ядерный удар. Тогда все бесполезно. Тогда надо просто сдаваться с самого начала. Сдать Путину Украину, сдать ему всю остальную Европу и так далее. Потому что иначе он обидится и нанесет ядерный удар. То есть это бессмысленно. Это абсолютно иррациональная позиция. И поэтому надо вестись так, что никакого ядерного оружия Путина нет. Вот это рациональное поведение. Просто реально рациональное поведение. И не существует никаких красных линий, после которых Путин там начнет что-то делать реальное. Он и так делает все, что может. Просто вот все, что он сейчас делает, это его, это и есть его ресурс. Так что мне кажется, что вообще все эти разговоры о красных линиях, о том, что, так сказать, не надо эскалации и так далее. Эскалации куда же дальше? Куда дальше эскалации? Ну а то, что Иран и Северная Корея вдвоем передают России помощи по количественным, я не про качество, а по количественным параметрам, больше, чем весь коллективный Запад вместе взятым, мне кажется, это в общем диагноз коллективному Западу. Да, Игорь Александрович, и хотел бы вас спросить, вот, казалось бы, экономика в России уже полностью фактически на военных рейках уже едет. Ну и мы прекрасно знаем, сколько денег в ВПК вбрасывается. Об этом же и на Биулина, и заместители говорят, что вот в других отраслях проблема большая с рабочими. И здесь вот Иран и Северная Корея дают баллистику. Вот вся многомиллионная страна Российской Федерации заточена на ВПК, и все же они берут 200 ракет, как говорят, в Иран. И какие там несколько ракет, КМ-23-24 в Северной Корее. Вот объясните, это не возможность ВПК России изготавливать даже при таких масштабах? Или это все же они хотят показать, что вот есть союзники, которые нам помогают? Нет, ну здесь, безусловно, это не имитация, это действительно они, они, так сказать, эти союзники делают свое дело. И действительно, я уже говорил о том, что два союзника России, Иран и Северная Корея, они оказывают по количеству боеголовок, по количеству зарядов больше, чем, так сказать, весь коллективный Запад. Это, конечно, большая проблема. Это проблема коллективного Запада. Вот, ну а что касается, что касается, так сказать, того, что они там чего-то боятся и не боятся, кто там, кто там, что, Иран, который под санкциями с 1979 года, ему что боятся? Они же привыкли. Да, кстати, они так и говорят, а что же уже хуже может быть, и так мы все под санкциями. Вспоминал я в начале разговора Игоря Александровича и Трампа, он выдал детали своего суперплана окончания войны, он всегда говорил, уже не первый раз, что если он, даже он еще не вступит в должность президента Соединенных Штатов Америки, он за 24 часа порешает войну России в Украине. И он открыл детали, сказал следующее, что якобы он понизит цену на нефть, и если нефть будет стоить 40 долларов за баррель, тогда Путину не будет с чем, за что воевать. Если он там не согласится на какие-то условия, на какие он там не сказал. У меня вопрос, ну, идея сама того, чтобы вот потолок цен, о чем раньше G7 говорили, они приняли потолок и молчать. Дальше никому не выгодно, они его и не меняют. Но вот реально мы понимаем, что единственный доход большой в бюджет, это продажа сырья в Индию, Индия потом продает там в Европу. Насколько реально воплотить такие планы, и насколько вы считаете слова Трампа только слова перед выборами? Я не знаю, насколько это реально. Вот я слушаю экспертов самых разных, и они считают, что это маловероятно, что именно снизить до 40. Если в целом говорить о том, что такое Трамп, и как он может ладить с диктаторами, мы хорошо помним, как он обещал поладить с Ким Чен Ином, и заставить его отказаться от испытаний, ядерных испытаний. Они с ним встретились, и Трамп с чем пришел, с тем и ушел. То есть ничего он не добился, ничего он не поладил с Ким Чен Ином. Точно так же и с Путиным. То есть это иллюзия, что Трамп может там кого-то что-то заставить. У него единственная возможность, он говорит, что он собирается действительно резко понизить цены на нефть. Насколько он сможет договориться с Саудовской Аравией, я не знаю. Не уверен. То есть на самом деле, и более того, последнее, что я хочу сказать, я не уверен, что Путин откажется от продолжения войны, даже если экономика будет в гораздо худшем положении, чем сейчас. Знаете, как в таких случаях такая шутка не очень веселая про отца-алкоголика. Когда его уволили с работы, к нему мальчик приходит и говорит, пап, теперь ты будешь меньше пить. Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть. То есть все это ударит по гражданской экономике, а военная экономика – это сугубо защищенная статья. Кстати, Игорь Александрович, я возвращаюсь к теме, о которой вы говорили, что там до 30-25% могут поддерживать активно Путина, а это фактически и войну в Украине, а другое, подавляющее большинство – это безразличие. Вот ссылаясь на правдивый анекдот, который вы рассказали, больше пить, меньше кушать – это может как-то повлиять на безразличие? Или это останется безразличие только в худших условиях жизни? Да, это будет безразличие в худших условиях жизни, это будет такое ворчливое безразличие. То есть, понимаете, вот конвертация в протест, она, к сожалению, нереализуема. Ну, то есть на каком-то этапе протест может возникнуть, но настоящее буйство протеста может возникнуть только тогда, когда силовики не в состоянии будут уничтожить этот восставший народ. А это зависит от силовиков тоже, потому что вооруженных людей могут победить только другие вооруженные люди. Это аксиом. Поэтому я думаю, что, так сказать, какие-то там, ну, голодных бунтов не будет, это маловероятно. А вот то, что какие-то социальные процессы, ухудшения, которые явно могут произойти в ближайшее время, да, они могут вызывать недовольство. Но это будет вот это вот равнодушное недовольство. То есть люди будут возмущаться, шипеть по углам. Но, так сказать, ну, короче говоря, вот для нас какой результат желаемый? Для нас желаемый результат – это ликвидация фашистского режима и прекращение войны в любой последовательности. Вот этого не будет. В результате экономического давления этого не произойдет. Уже не первый раз Йенс Толтенберг, фактически уже экс-генсек НАТО, сказала, что непосредственное и ключевое влияние и на длительность войны России в Украине, это приписывается, конечно же, Китаю. И вот стало известно, что какой-то представитель Индии, сейчас я скажу, что я имею в виду, приедет в Россию проговаривать какие-то условия мира или, как это правильно сказать, условия переговоров. Уже МЗС, МИД, Китай, извините, поддержал Индию. Игорь Александрович, насколько это имитация, насколько это просто… Вот как то, что оглашают всегда Индия и Китай. Мы за суверенитетом, мы за независимость Украины и все. А дальше все остается так, как и было после 24 февраля. Ну, опять-таки, понимаете, значит, идея решить проблему Украины без Украины – это давным-давно дискриминирующая себя идея. Это опять попытка решить проблему Украины без Украины. Там кто-то откуда-то, крадучись, пришел в Москву, там о чем-то договаривался. Причем здесь Украина? Причем тут Украина? Вот и все. Поэтому это все абсолютно пустое. Здесь нет пути к миру. Вот на этих направлениях пути к миру просто нет. Они отсутствуют. Тогда, с другой стороны, Игорь Александрович, кальцер Германии, это придает Репаблика, что он якобы встречался с Владимиром Зеленским, президентом Украины, и якобы они проговорили мирный план, и Шольц сказал, что на втором саммите мира должны быть представители Российской Федерации. Но мы с вами уже вспоминали об этом, еще раз проговорим. Каким образом там должна появиться Российская Федерация, и почему она должна там появиться? Почему Кремль должен сказать, ну да, мы приедем на второй саммит мира? Да нет. Ну, Кремль ни на какой саммит мира не поедет. Значит, Российскую Федерацию туда привезти невозможно. Никаких судебных приставов не существует, которые могли бы это сделать. Поэтому это все пустое. Что касается переговоров каких-то, опять-таки, понимаете, Шольц это уже теплее. Но в то же время, если, насколько я понимаю, идея Шольца заключается в том, чтобы, ну опять, мир в обмен на территории, ну, здесь уже серьезный вопрос не совсем ко мне. Насколько я знаю, последние опросы общественного мнения, ну, к этому склоняется далеко-далеко не большинство. То есть я думаю, что по-прежнему общественное мнение Украины будет против вот варианта такого, ну, что называется, похабного вера. Вот. Как дальше будет, я не знаю. Если война затянется, общественное мнение, такая штука, оно иногда меняется. Но на сегодняшний момент, я думаю, это абсолютно нереально. Да, Игорь Александрович, и последний вопрос. Мы понимаем, что помощь Украины – это вопрос Украины. В большинстве то, что мы выбьем, то, что мы надавим на Запад, то мы получим. Но вот история с залетами беспилотников. То в Румынию, то в Румынию, то вот в Латвию. И 7-го числа залетел тоже беспилотник в пространство воздушной Латвии. И официально в НАТО сказали, что, я цитирую, у них не, они не имеют данных, что российский дрон разбился в Латвии намеренно. Вот у меня вопрос. Вот таким же образом можно объяснять и прилет ракеты. Ну, эта же ракета не намеренно летела, но она залетела. И мне мало представляется, что Альянс отвечает России каким-то ударом за то, что Россия ударила по территории НАТО. Потому что уже три года идет фактически война, провокаций было очень много и тотальное бездействие блока, который как раз формировался для того, чтобы защищать с военной точки зрения и с военной точки ударов свою территорию. Но здесь ничего, здесь только отказы. Я понимаю, да, что никто не будет с Альянса разворачивать какие-то РСЗВ и бить по России, потому что прилетел беспилотник. Но все же какие-то шаги, ответы должны быть. Потому что в таком случае это все больше и больше дает понимание и уверенности Путину, что, да слушайте, есть страны Балтии, так давайте ударим. И так скажем ненамеренно, условно говоря. Ну да, действительно прецедент ужасный и действительно создается такое ощущение, что руководство стран НАТО, с одной стороны, помогая Украине, безусловно, наносит серьезные удары по путинскому режиму, а с другой стороны, так сказать, его, ну, по сути дела, сдает. Сдает эту страну, потому что, на самом деле, если в этой стране не будет уважения к закону, то тогда какой смысл воевать? Вот, поэтому еще раз подчеркиваю, для, на сегодняшний момент, конечно, вот если брать ситуацию, так сказать, с какими-то там мирными перегоморами, они в основном сейчас связываются с формулой «мир в обменной территории». Другого варианта нет. С другим вариантом, с Путиным, за стол садиться бесполезно. Вот, но, насколько я понимаю, к этому варианту не готов украинский народ. А украинский народ является главным субъектом политики в Украине. Да, Игорь Александрович, ну и еще один тогда вопрос. Вот, а где гарантии? От кого эти гарантии должны идти? Это риторические, да, от наших партнеров, что, вот, моделируем просто ситуацию. Мир в обмен на территории. А кто будет гарантировать этот мир? И готовы ли вот наши партнеры гарантировать этот мир? Ну, знаете, в последнее время некоторые эксперты рассказывают о совершенно фантастических сценариях, что якобы Украину могут купить, могут принять в НАТО без оккупированных территорий, ну, то есть, условно говоря, частично. Значит, с той территорией, которая находится под контролем ВСУ. Я думаю, что это странная и утопичная идея. Потому что на сегодняшний момент, ну, воюющую страну никто не купит. Никто не опустит в НАТО. Воюющая страна, член НАТО – это оксюмарон. Поэтому я думаю, что здесь решение вопроса опять-таки лежит в русле усиления Украины, лежит в русле, так сказать, обеспечения ее новейшим оружием в большом количестве и отказ от запрета наносить удары по российской территории. Вот это перспектива. И никаких других гарантий нет. Мы помним Будапештский меморандум, мы помним, так сказать, там, какие-то обращения в суды и так далее. Ну, не существует здесь гарантий против нападения. Международное право разрушено. Вот. Действует закон сильного. Значит, надо становиться сильным. Других вариантов, других вариантов для выживания Украины просто нет. Игорь Александрович, спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что вот вы расставили акценты и понимание без розовых очков, что там гарантия, чего в первую очередь это сила, сила, еще раз сила, и только сила защиты, сила удара в СУ и Украины могут поменять какие-то процессы, да и внутри России тоже. Спасибо большое. Спасибо, удачи. Берегите себя, пожалуйста. Нагадаю, з нами був опозаційний журналист Игорь Яковенко. Будь ласка, подписывайтесь, коментуйте, ставьте лайки и, звичайно ж, діліться нашою розмовою. Тому що так працюють алгоритми, і дуже важливо, аби більша кількість саме українців розуміла процеси, які відбуваються і в війні Украины против Росії, незвичайно в стаді наших партнерів. Мене звати Ігорь Гаврошчак, з вами побачимось в ефірі 24 канал.